Я хотел бы, во-первых, поблагодарить уважаемую президенту, уважаемые коллеги. Я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за возможность приехать в ваш замечательный город и представить свой материал. И персонарно Алексея Михайловича Кручуна, который приглашал нас с этим материалом, мы действительно решили представить, учитывая, что мы будем выступать последними, решили представить не литературные данные, а собственный опыт применения неодевантной химиотерапии при лечении местно распространенного рака желудка. Но благодаря предыдущим соавторам, я думаю, что вот этот слайд ушел в прошлое, никакого противоставления хирургическому воздействию и комбинированного лечения при местно распространенном раке желудка нет. Виталий Юрьевич и Михаил Дмитриевич вывидительно показали возможности сочетанного применения. Другой вопрос возникает. Неоднозначность термина местно распространенный рак, чтобы было понятно, о чем речь, мы в нашей клинике руководствуемся все-таки понятием местно распространенный рак, понимая его опухоль распространенной боли, чем ранний рак, это примерно Т2, Т3 в основном, Т4 с предварительным подозрением на поражение лимфатического аппарата у этих пациентов. Значит, основываясь на наши данные, в общем-то, показано, как и в мире, убедительное преимущество хирургического подхода операции лимфодисекции Д2 по сравнению с Д1. Тем не менее, когда мы проанализировали свой материал, оказалось, что если у пациентов есть, почему, собственно говоря, местно распространенный обязательно компонент лимфогенного распространения, анализируя материал на круг, оказалось, что, в принципе, даже лимфодисекции Д2 при отсутствии метастатического поражения лимфатических узлов дает сходные пятилетние результаты, а в то же время, когда есть поражение лимфоузлов, кривые серьезно расходятся, и вот применение неодевантной или интероперационной учевой терапии позволяет несколько улучшить эти результаты. Тогда использовались старые схемы, в основном на базе цесплатина. В общем-то, это послужило основанием для модификации схемы дальнейшего продолжения исследования. Ну, это вот то, что я хотел сказать. Значит, в наше время стандартным является применение демантных режимов, а химиотерапия во многих странах тоже уже ссылались в основном на это исследование. Классик я повторяться не буду. Прибавка вживаемости дана около 13%. Тем не менее, мы нашли интересный обзор, метаанализ, проведенный китайским автором, в который, я боюсь, что там не очень хорошо видно, в который включались не только европейские, но и азиатские исследования, на круг получилось, что применение неодевантной химиотерапии у больных с резектабельным раком желудка дает примерно сопоставимые данные, около 13% отдаленной выживаемости. То же самое преимущество неодевантной химиотерапии непонятно. Сегодня о них много говорили, я не буду останавливаться. Но самое главное, естественно, что это улучшение отдаленных результатов, более лучшая переживаемость и, как важный момент, оценка химиочувствительности опухоли в данном случае. В то же время есть определенные недостатки, мы их прекрасно понимаем. Считается, что до 10% больных могут прогрессировать во время химиотерапии. То же самое преимущество они показаны, уже сегодня неоднократно обсуждались, поэтому, если позволите, я на этом останавливаться не буду. И в результате всего изложенного у нами разработан был следующий протокол, в который было включено 37 пациентов с резектабельным раком желудка. В обязательное предоперационное исследование входила компьютерная томография или апароскопия, при помощи которых исключались пациенты из исследований, у которых имелась диссеминация по брешине, и у пациентов, у которых были серьезные сомнения в отсутствии лимфогенных метастазов. До операции мы клинические распространенности процесса стадировали как Т3, Т4, Н+. В основном проводилась химиотерапия по схемам Фолфокса, большинство больных 28 человек. И в последнее время 9 пациентов получили химиотерапию перед операционным режимом по схеме Кселокс. Мы не модифицировали режимы, проводились по стандартным, стандартных дозировках с обычными перерывами, 2 недели при Фолфоксе и 1 неделе при Кселоксе. И радикальная операция во всех случаях выполнилась через 3 недели после завершения второго курса химиотерапии. Контролем служила группа с адекватной распространенностью процесса, 33 пациента, стадированных до операции как Т3, Т4, Н+. И что же в результате у нас оказалось? Здесь показано сопоставление групп по основным прогностическим признакам. Я должен сказать, что несколько больше было в основной группе, получавшей химиотерапию. Мы сознательно на это пошли. У Катулы были не очень благоприятные факторы прогноза, как низкодифференцированные аденокарциномы. Считали, что и литературными данными, и собственными предыдущими результатами показано, что эта группа, в общем-то, лучше отвечает на химиотерапию. И то же самое у больных в основной группе, несколько меньше было распространение на антральный отдел, которым изначально планировалась тотальная резекция желудка. Непосредственные результаты химиотерапии. Токсичность была удовлетворительная. Около 30% больных имели побочные реакции. Осложнений, которые требовали перерыва курса, ни в одном случае не наблюдались. В основном проявлялась токсичность линкопении первой степени и, естественно, метагенными осложнениями. Оценивая непосредственные результаты в четырех случаях, у двух пациентов после схемы Фолфокс и двух пациентов после схемы Кселокс, мы зарегистрировали полную морфологическую регрессию, которая была подтверждена исследованием послеоперационного материала на двух курсах. Стабилизация была у восьми больных. Лучше были результаты при применении схемы Кселокс. Чаще у них возникала частичная регрессия всего 64%. И прогрессирование у одного больного мы расценили в том случае, когда при интероперационной ревизии мы нашли недиагностированный на дооперационном этапе метастаз в левой доле печени. Этому пациенту выполнили операцию в объеме субтотальной резекции, которую расценили как Р2. Нам трудно ответить, что этот метастаз был на фоне химиотерапии или качества дооперационной диагностики. Но, так скажем, в пользу провинившегося ситуация была расценена как прогрессирование заболевания. Тем не менее, мы считаем, что вот эти результаты являются вполне удовлетворительными и особенно обнадеживает группа, у которых 10% пациентов, у которых была получена полная морфологическая регрессия. Здесь представлен один из случаев, у которого этот первый пациент в 2010 году получал предоперационную химиотерапию, у которой зафиксирован подобный результат. До операции во время компьютерной томографии действительно определялось объемное образование поражающей тела желудка. После химиотерапии значимо уменьшился размер опухоли. По данным КТ, проводилось за неделю до операции в два раза с 6 до 2 см. И, кроме того, при компьютерной томографии и до начала химиотерапии рентгенологи нам описывали метастатическое поражение лимфоузла в малом сальнике размерами 4 см и несколько мелких лимфоузлов. После завершения второго курса значимо уменьшение размеров этого лимфогенного образования в два раза. И на препарате после резекции желудка в удаленном препарате мы опухоли как такового не нашли, рубцового изменения. Перед этим я показывал гистологическое подтверждение того, что опухоль до операции была. Важным является, конечно, момент, как больные переносят неодевантную химиотерапию, учитывая, что после операции достаточно агрессивная, с обширной стандартной лимфодисекцией. В общем-то, оказалось, что количество осложнений в сравненном группе довольно было одинаково. 30% связано с тем, что мы в осложнение включали пациентов с реактивным плевритом и транзиторным повышением амилазов, кроме даже в том случае, если не было клиники послеоперационного конкреатита, летальность была обусловлена двумя процессами. Это общий инфаркт миокарда, обширный инфаркт миокарда у больного в основной группе и тромбоэмболии в контрольной. Недостаточность анастомоза возникла у одного больного в хирургической группе, который удалось купировать в послеоперационном периоде, и пациент поправился. В результате значимыми были осложнения, которые потребовали леопаротомии у двух и трех пациентов соответственно. Поэтому мы считаем, что неодемантная химиотерапия значимо не сказывается на течении послеоперационного периода, и, возможно, ее проведение у пациентов с достаточно обширным распространенным процессом. В общем-то, объем операции. Ну, я уже сказал, что в одном случае был диагностирован метастаз интероперационно, поэтому мы расценили операцию как Р2. Р1 у одной пациентки при распространении опухоли, исходном на пищевод, была частичная регрессия. При интероперационном исследовании смывов и цитологического препарата про край резекцию опухолевых клеток не нашли. Тем не менее, в исследовании морфологического удаленного препарата морфологи обнаружили единичные клетки опухоли по линии проксимальной резекции, видимо, в этой ситуации нужно более тщательно диагностировать интероперационное распространение процесса после химиотерапии и, может быть, увеличивать границу резекции в пользу большей резекции пищевода. В целом сопоставимый был объем вмешательства, и в основной группе чаще выполнялись комбинированные операции с резекцией смешанных органов. Важным доказательным фактором в пользу преимуществ неодевантной химиотерапии являются, естественно, отдаленные результаты. Надо сказать, что наиболее точные пока данные мы можем сказать о двухлетних результатах, поскольку в основной группе примерно половина пациентов пережила три года наблюдения, тем не менее, достаточно четко показано, что ко второму году кривые выживаемости разошлись в основной и в контрольной группе, и наиболее критичный, естественно, период был между периодом наблюдения 12 и 24 месяца. Предварительные данные по трехлетней выживаемости свидетельствуют о том же самом. Примерно около 15% различий выживаемости в больных получавших комбинированное лечение и оперативное вмешательство. Неблагоприятными факторами прогноза, естественно, оказались в выполнении неоптимальных операций в объеме Р1 и Р2, делали распространение на пищевод у двух больных и исходный достаточно сопоставленный процесс у тех пациентов, у которых наблюдалась стабилизация процесса. Возникает вопрос, всем ли больным с местно распространенным раком желудка показана неодевантная херапия. Я думаю, что нет, конечно, не всем, но, к сожалению, пока критерии не разработаны. Однако наши данные позволяют сделать некоторые выводы. Мы считаем, что показанием является местно распространенный процесс с поражением лимфатических узлов. И в то же время в этой группе у пациентов, получив неодевантную химиотерапию, мы видим наличие больных, у которых после операционного исследования орхологического материала трактовала распространенность процесса близко к раннему раку, то есть Т1, Т2, Н0 и четыре пациента с полной регрессией, у которых опухолевых клеток мы не нашли, поэтому после операционного диагноза вынуждены были указать Т0. Мы отдаем себе отчет, что возможно есть диагностические ошибки в неадекватности определения распространенности процесса исходная. Однако, в общем-то, данные в контрольной группе, в которых практически везде совпали дооперационные и послеоперационные находки, позволяют нам утверждать, что проведение неодевантной химиотерапии, по крайней мере, в третьих случаях приводит к уменьшению процесса. Примерно 35% наблюдался феномен даунстейджин. И, кроме того, наверное, нужны были четкие критерии отбора для тех пациентов, у которых получена полная регрессия. Проведя анализ, мы установили, что это в основном были пациенты с опухолями средней третьей тела желудка. У всех случаев, когда было инфильтративно идти просто, и у трех из четырех пациентов была низкодифференцированная аденокарцинома. Предварительные данные позволяют утверждать, что схема ксилокс, наверное, является более адекватной для проведения неодевантной химиотерапии, как в плане переносимости их пациентов, так и по тем результатам, которые получены в предварительном этапе. И необходим поиск молекулярно-генетических маркеров, прогнозы эффективности неодевантной химиотерапии рака желудка, мы сейчас поставили задачу перед нашей морфологической службой, они пытаются найти какие-то закономерности для отбора пациентов вот в эту группу, которым будет однозначно показана неодевантная химиотерапия. Я благодарю вас за внимание. Сергей Геннадьевич, спасибо за сообщение. Вопросы, пожалуйста. Скажите, а вы применяли адевантную химиотерапию этих больных? Этим нет. Это было протокольное исследование, и мы, в общем-то, ограничили, чтобы оценить эффективность вклада неодевантной химиотерапии в улучшение отдалённых результатов, не проводили адевантную химиотерапию. То есть это были условия включения? Хотя в клинике, я должен сказать, адевантная химиотерапия больным проводится по показаниям в тех случаях, когда мы имеем признаки, ну, скажем так, условно-радикальной операции. А вот скажите, скажем, у больного клинически выставлена третья стадия, местно распространённый рак. Получена выраженная регрессия, и морфологическая стадия, ну, скажем, первая. Нуждается он в адевантной химиотерапии или нет? Какую стадию для этого учитывать? То, что было, или то, что стало? Это самый сложный вопрос. Самый сложный, два сложных вопроса в отношении неадевантных. Ваше мнение. Сейчас я скажу. Это, во-первых, исходная распространённость процесса. Мы всегда сомневаемся, правильно ли нам диагностировали лимфогенную распространённость. И в этом случае хороший эффект, изначально большая опухоль, что является по показаниям. И в то же время исходно мы получаем первую, там, нулевую стадию. Я думаю, что, наверное, эти пациенты, эти пациенты являются кандидатами для проведения адевантной химиотерапии, поскольку они отвечают тому условию, что мы определили высокую химиочувствительность. И, наконец, последний мой вопрос. Вот вы считаете, два курса неадевантной химиотерапии – это оптимальное количество курсов? Вот сейчас уже с учётом своего опыта, с учётом данных других исследований? Или оно должно быть увеличено? Вы знаете, почему на двух курсах изначально, когда мы планировали первое исследование ещё с эсплатин, содержащей схемой, вообще были сомнения, насколько будет адекватно. Вроде опухоль есть, будет ли она реагировать или нет. Поэтому избрали такую, в общем-то, стратегию, как минимум два курса и потом выполнение операции. Дальнейшие результаты показали, что, в принципе, для резектабельного рака желудка достаточно двух курсов химиотерапии. И Михаил Дмитриевич, по-моему, демонстрировал результаты исследования, которым сравнивали два курса, четыре курса химиотерапии. Отдалённые результаты были примерно одинаковые, а вот по течению, наверное, переоперационного и послеоперационного периода будут пациенты переносить хуже, у которых был более длительный курс химиотерапии.